Алджимейн, у вас с Петром было очень напряженное противостояние, серьезный конфликт. Как ты считаешь, эта глава закрыта или же есть шанс, что мы увидим третий поединок? Ну, я думаю, на данный момент эта глава закрыта. Но если он вернется и побьет кого-нибудь в топ-5, я думаю, он получит возможность опять побиться со мной. Так что я пытался донести до всех после первого боя, что он не просто так сделал это. Мне никто не поверил, так что пришлось доказывать это во втором бою. И я думаю, мы увидели, кто есть кто. Не отрицаю, что он отличный боец, он жесткий чувак. Но я и так бился только с жесткими чуваками, пока шел к этому титулу. У меня не было ни одного легкого боя, я бился с лучшими из лучших. Пора ему сделать то же самое и доказать, что он один из лучших. Я думаю, что это так. Он вернется, скорее всего, мы еще побьемся, но сейчас... Мне хочется увидеть какое-нибудь другое лицо напротив себя в октагоне. Отлично. Насколько здорово было лично для тебя доказать, что люди в тебе ошибались, потому что на второй поединок ты выходил большим андердогом? Ну, конечно, это было очень здорово. Все несли какое-то дерьмо 13 месяцев. Считали, что у меня и шанса в этом поединке нет. Но они забыли, что я делал до этого. Так что было здорово напомнить всему миру, что я очень опасный парень. И эти 13 месяцев он выступал, я нет. Я восстанавливался после операции, так что долгое время я даже тренироваться не мог. И думаю, это говорит о том, что если у меня будет чуть больше времени, если я буду выступать чуть чаще, я буду становиться все лучше и лучше. Следующий поединок я просто предвкушаю, потому что никаких простоев нет, больше тренировок, и я смогу показать, на что способен. И после вашего рематча Петр говорил, что это было ограбление. Что ты можешь сказать на этот счет? Ну, знаешь, ограбление было, когда мне не дали 10-8 во втором раунде. Это ограбление. Бой был близким, но даже если взять первый раунд, это был самый спорный раунд. Но я прямо во время поединка считал удары, и я знал, что он меня не перебивает. Я плясал вокруг него, он не мог попасть по мне. И плюс я пробил самый жесткий удар за раунд. Это был локоть в голову, который его немного пошатнул. И это был последний гвоздь в крышку гроба. Я забрал этот раунд. Конечно, прессинг – это здорово, но ты так не выиграешь. Нужен урон. Я нанес больше урона в этом раунде. Я попадал чисто, а он нет. Отлично. И напоследок, если есть желание, можешь обратиться к российским фанатам. О, привет всем моим фанатам из России. Я ваш любимый чемпион. Спасибо, ребят, что топите за меня. Вы, ребят, просто лучшие, потому что, что бы я ни закидывал, вы всегда комментируете. Мне это нравится. Надеюсь, скоро увидимся. И, может быть, однажды я еще побьюсь с кем-нибудь из России. И, может быть, я не закидывал, вы не закидывал.